Здравствуйте! Тема урока – возникновение кочевого скотоводства. Сегодня на уроке узнаем о формировании кочевого скотоводства. Исследуем вопрос, почему кочевое скотоводство стало основным видом деятельности древних жителей Казахстана. Ребята, давайте с вами вспомним основные занятия древних жителей Казахстана. Для этого выполним небольшое задание. Расположите в правильной последовательности занятия древних людей. Вначале люди занимались охотой и собирательством. Затем человек начал выращивать проса, ячмень, пшеницу, разводить овец, лошадей, верблюдов. Скотоводство в Казахстане становится главным занятием, а именно кочевое. Ребята, я вам предлагаю рассмотреть стадии развития кочевого скотоводства. Ученые предлагают следующие стадии. Придунное скотоводство. Вначале население посло скот вблизи поселения. Пастушеское скотоводство. С течением времени в поисках лучших пастбищ начинает переходить от одного пастбищного участка к другому. Отгонное скотоводство. Оно было развито в некоторых горных регионах, где скот пасли специально назначенные пастухи. Кочевое скотоводство. Это скотоводство, когда люди начинают переходить с одного участка к другому участку в поисках сочной травы и обильной воды в течение года. Отсюда можно сделать вывод, что кочевое скотоводство – это подвижное скотоводство, когда население мигрирует за скотом в течение года с одного сезонного пастбища к другому пастбищу. И сразу возникает вопрос, почему люди покидают свои родные места, начинают передвигаться за скотом. На этот вопрос мы ответим, вспомнив, какие изменения произошли в природе и как эти изменения повлияли на выбор хозяйственной деятельности человека. Изменения в жизни людей в эпоху неолита тесно были связаны с изменением природно-климатических условий. В эпоху неолита продолжается потепление. Леса сменяются степями, полупустынями, пустынями. Охота становится основой для развития скотоводства. Глобальное потепление повлияло на то, что хозяйственное значение собирательства становится высоким. В результате это стало основой для развития земледелия. Изменение природно-климатических условий также коснулось и эпоху бронзы. Климат стал засушливым, зима суровой и продолжительной. Лето коротким и жарким. В это время происходит уменьшение стока рек, понижение уровня озер. Поэтому древние люди начинают заниматься скотоводством. Поселение земледельцев превращается в зимовки скотоводов, а само земледелие приобретает подсобный характер. Мы с вами нашли ответ на вопрос, почему люди покидают родные места и начинают передвигаться за животными. Природа все это время менялась. На смену теплым временам приходят засушливые годы. Дожди становятся редкими, наступает засуха, высыхает трава, мелеют реки. В условиях засушливости земледелие становится неэффективным. Из-за дефицита источника воды, пастбищ, недостатка растительности. Поэтому человек начинает адаптироваться к новым условиям, искать более эффективный способ существования. Это привело к кочевому скотоводству. Но кроме изменений в природе, также есть и другие факторы, повлиявшие на формирование и развитие кочевого скотоводства. Ребята, на прошлых уроках мы с вами говорили, что 5000 лет тому назад человек впервые приручил лошадь. Население Казахстана занималось разведением лошадей. Именно в Северном Казахстане. Батайская культура, которая относится к эпохе неолита, послужила резким скачком для развития кочевого скотоводства. Человек, сев на лошадь, начинает осваивать огромные расстояния. Также человек в этот период усовершенствует конскую упряжь. Появилось седло и уздечка. Лошадей стали запрягать в телеге и повозке. В результате человек мог спокойно перевозить вещи. А домашнивание лошадей повлияло на развитие культуры одежды. Одежда должна была быть удобной. Батайцы придумали штаны, сапоги, малахаи. Человек начинает искать новые места для выпаса скота и уходить все дальше и дальше. Территория западного и центрального Казахстана стала территорией, где главным занятием было кочевое скотоводство. Мы с вами выяснили, что причинами формирования кочевого скотоводства является засушливый климат, уменьшение количества осадков, потребность новых пастбищных угодьев для увеличения поголовья скота, усовершенствование конского снаряжения, которое позволило использовать лошадь как транспорт и осваивание новых территорий. Каких домашних животных разводили кочевники? Коровы, верблюды, овцы, лошади. Но в основном кочевники разводили такой вид животных, которые были способны к тебеневке, то есть к умению добывать подножный корм из-под снега. В чем же эффективность этих видов животных? Чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами выполним задание. Нужно будет прочитать текст и определить, в чем эффективность каждого вида животного. Верблюды – это неприхотливые, приспособленные для жизни в засушливой местности животные. Они отличаются выносливостью и используются в качестве гужевого транспорта. Могут перевозить грузы до 350 кг. Верблюдов стригут два раза в год, получая от 4 до 8 кг шерсти. Интересно, что верблюды способны обходиться без воды и пищи до 10 дней. Кочевники разводили лошадей, которые могли переносить морозы и добывать себе корм из-под снега. Необходимости в помещениях для содержания лошадей не было. Лошадь давала человеку кумыс и мясо. Кочевники особо ценили лошадей, которых можно было использовать в военных походах. Лошадей люди стали использовать как тягловую силу и средство передвижения. Кочевники в большом количестве разводили овец. Овцы давали мясо, молоко, шерсть. Овечья шерсть использовалась для изготовления войлока, которым утепляли юрту. Овцы не требовали особого ухода, хорошо переносили холод и жару. Они неприхотливы, могут пить солоноватую воду и даже способны терпеть отсутствие воды, обходясь снегом. Кочевники разводили коров в ограниченном количестве, так как они не были способны к тебеневке, поэтому для их содержания нужно было заготавливать корма. Их разводили в основном в лесостепной горной местности. Численность коров была небольшая. Ребята, вы внимательно прочитали текст и должны были определить, в чем же эффективность каждого из видов этих животных. Лошади давали молоко, мясо, используясь в качестве транспорта, и могли добывать корм из-под снега. Овцы давали шерсть, молоко, мясо и могли зимой добывать корм из-под снега. Верблюды давали шерсть, молоко и использовались в качестве тяглого силы. Коровы – очень ценное животное, которое давало очень много мяса и молока. Почему именно эти виды животных были приспособлены к тебеневке? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы выполним следующее задание. Прочтите текст и ответьте на вопрос, почему именно эти виды скота были приспособлены к тебеневке? Зимой спасала способность лошади самостоятельно добывать корм из-под снега. Эти четвероногие друзья кочевников бьют тяжелыми копытами, раскапывая снег глубиной до 40 см, и кормятся травой, оставшейся под снежным настом. Таким образом, они разрыхляли снег, и за ними на том же месте выпасали коров, верблюдов и овец. Казахские лошади и овцы стойко переносят холод и способны пасти зимой даже сильные морозы. К тому же лошади, которых казахи не без основания называют мудрыми животными, умеют разыскивать места, где снег сдувается ветром, и потому разгребаемый слой здесь меньше. Почему именно эти виды животных приспособлены к тебеневке? Наличие тяжелых копыт и умение разыскивать места, где снег сдувается ветром, и потому разгребаемый слой тоньше. Какую пользу приносило кочевое скотоводство? Кочевое скотоводство внесло большие изменения в жизни людей. Выросло производительство труда. Больше стали производить мясо, молоко, шерсть. Кроме этого, появляются излишки, которые хранились в амбарах. Кочевники эти излишки начинают менять на те продукты, которых у них не было. Возникает товарообмен между кочевниками и земледельцами. Ребята, в начале урока мы с вами должны были ответить на вопрос, почему кочевое скотоводство становится основным видом деятельности древних жителей Казахстана. Кочевое скотоводство стало лучшей формой адаптации людей к изменениям природно-климатических условий. Наш урок подошел к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова